МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесценные дамбра. История и культура Казахстана руками ювелира. Развитие второй пятилетки индустриализации в Казахстане в этом году ознаменуется вводом 75 проектов на сумму 600 миллиардов тенге и созданием 7,5 тысяч постоянных рабочих мест. Обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности и увеличение производительности труда почти в полтора раза. Такова главная задача новой программы. В рамках дня индустриализации проведённых с участием главы государства были запущены ряд крупных производств. Это солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт в Джамбульской области, производство полимерной продукции в Атравской области, производство химической продукции по Водорской области на базе нефтехим, и производство тракторов с иностранным инвестором компании «Дайдонг» Южной Кореи, а также производство алюминиевых профилей в Алматинской области. Следует отметить, что особая роль в программе уделяется инновационному развитию Казахстана. В рамках данного направления поставлены три основные задачи. Трансфер передовых технологий, стимулирование спроса на инновации и повышение технологических компетенций в секторах экономики. Как вы знаете, в рамках пяти институциональных реформ были разработаны сто конкретных шагов. Шаг 55 и 56 – это привлечение транснациональной компании в оборудовательную промышленность и создание совместных предприятий с ягодными инвесторами. Из общего числа предприятий несколько уже открыты в Акмолинской области. Издавод Сапасу в пригородном поселке Коши запущен в рамках одного из шести приоритетных направлений программы индустриального развития. Производство строительных материалов и ориентирован на производство бетона и железобетонных изделий. Масштабное строительство дорог в рамках реализации программы Нурлужол потребует использования колоссального объема железобетонных изделий. Поэтому при строительстве современного завода в селе Коши учитывалось, что оно будет производить только первоклассную продукцию, способную конкурировать с лучшими иностранными образцами. Современное оборудование и новейшие технологии, завезенные из Германии, позволяют предприятию выпускать только качественные изделия. Установка «Атлас» выпускает продукцию, такие как безнапорные трубы для дорожного строительства. Установка «Призинг» выпускает колодезные кольца всех модификаций. Предприятие «Сапасу» хоть и молодое, но полностью применены все методы контроля. Отличие нашего завода заключается в том, что изначально с момента поступления сырья и до выпуска продукции используются самые новейшие технологии. Завод выпускает до 70 наименований продукции для использования в строительстве дорог, инженерных сетей, а также энергосбережения и телекоммуникаций. У нас уже рынок Казахстана потихонечку начинает узнавать, потому что мы провели маркетинг среди производителей Казахстана. Мы предоставляем сейчас строительным компаниям уже большую линейку продукции, доказываем, что наша продукция не только высокопрочная, она очень экономичная. В том числе, приобретая нашу продукцию, они экономят более 20%. Наряду с колодезными кольцами, кабель-каналами, бордюрами, «Сапасу» выпускает и совершенно новые на казахстанском рынке изделия, необходимые в строительстве канализации. Данная продукция называется раструбно-железобетонная труба. Применяется она в хозбытовой канализации, в ливневой канализации. Данная труба очень высокопрочная, выдерживает насыпь грунта до 7 метров. Она имеет повышенную марку бетона, она имеет усиленный каркас. При применении её в хозбытовой и ливневой канализации, она будет, так сказать, использована и выдержана в высокие нагрузки. Данная продукция производится только на нашем заводе. Работают на предприятии 80 человек. Сейчас завод вышел на новую мощность производства. Ежедневно до 300 кубометров технологического бетона и 100 кубов товарного бетона. Последний широко применяется в жилищном строительстве. В планах у руководства расширение ассортимента выпускаемой продукции с вводом в строй ещё двух дополнительных объектов. Тем более территория завода в 5000 квадратных метров вполне позволяет это сделать. Упор на новых площадках будет сделано производство материалов для инженерной инфраструктуры. Напомню, строительство завода Сапасу обошлось в полтора миллиарда тенге, из которых кредитных денег – миллиард, остальные – собственные средства. Наряду с предприятием Сапасу в Акмолинской области в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития был запущен ещё один проект – комплекс по производству комбикормов. Его главная задача – обеспечить бройлерную птицефабрику полноценными кормами. В год здесь планируется производить более 100 тысяч тонн комбикорма. Это позволит в 2017 году произвести 20 тысяч тонн мяса, а в 2019 году выйти на мощности до 40 тысяч тонн мяса в год. Предприниматели Астаны готовятся к ежегодному региональному конкурсу «Лучший товар Казахстана». Около 60-ти столичных товаропроизводителей подали заявку на участие в состязании, которое состоится в следующем месяце. А в их числе ювелир Таймас Мукашев. Попасть в мастерскую ювелиров мечтала всегда. Каким образом благородный металл превращается в оригинальное украшение? Трудоёмкий ли этот процесс, интересовалась я. А когда попала в святую святых ювелиров, поняла – работа художника, ох, как непроста, но занимательна. Плавка металла, литьё, штампование, вальцевание, отжиг, шлифование – таков пошаговый труд, который в итоге приводит к законченному изделию. Таймас Мукашев – художник по профессии. Азы ювелирного искусства он получал у известных мастеров своего дела. Он преподавал в вузах. Сейчас у него свой салон, где творить красоту помогают его братья. В их умелых руках оживает серебро и золото. Конечно, работа очень интересная, но в ней нужно терпение и выдержка. Бывает, на изготовлении одного маленького изделия затрачиваешь пару дней, пока не получишь то, что задумал. А если украшение по замыслу сложное, то на работу мы тратим 10 дней, и даже больше. За то, какое удовлетворение получаешь, когда видишь, что твоими украшениями интересуются. Без восхищения на работы Таймаса его братьев смотреть невозможно. Кольца, серьги, браслеты и цепочки мастеров великолепны по дизайнерскому оформлению. В них чувствуется тепло рук и душевная красота мастеров. Может быть, поэтому на их эксклюзивные украшения покупательский спрос был и есть. Цена на изделия разная, в зависимости от сложности работы и веса. К примеру, браслеты идут от 10 тысяч тенге. Сувенирную дамбру из серебра в сочетании с золотом Таймас мастерит не для продажи. Ювелир готовится к региональному конкурсу «Лучший товар Казахстана». В изящной работе мастера собрана вся история и культура Казахстана. Дамбру я готовлю к 550-летию казахского ханства. В этой дамбре, как на ладони, вся история нашего народа. Шанрак у казахов – символ домашнего чига, продолжение рода. Поэтому его присутствие должно быть обязательным. Собрал я воедино все казахские инструменты. Есть золотой человек. А вот караван. Участие в конкурсе «Лучший товар Казахстана» – это возможность продемонстрировать свое искусство более широкому кругу общества. К нему Таймас и его команда готовятся тщательно. Если мастер улыбнется фортуно и он победит, то автоматически становится участником республиканского конкурса «Алтнсапа». Ну а победа в республиканском состязании сулит хорошую перспективу – завоевать большой рынок. Напомним, в этом году организатором президентской премии «Алтнсапа» и конкурса выставки «Лучший товар Казахстана» является Национальная палата предпринимателей «Атамикен». Конкурс проводится по трем номинациям – лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения, лучшие продовольственные товары. Претендовать на президентскую премию могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. На этом у меня все. Будьте в курсе экономических событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин